Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное, а я бы сказала даже долгожданное обновление Star Stable Online. Сегодня мы посмотрим всё, что добавили в этом обновлении, и также всё же, в то же самое, будем ждать того, что добавится в следующем, потому что следующее обновление, в следующую среду, будет ещё не менее ожидаемым, чем сегодняшнее. Так что оседлайте своих ханей и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Данами Кватер Хорсами или Четвертмильными Лошадьми. Я одна уже себе купила такую симпатичную лошадку, но давайте к ней мы перейдём чуть позже, а для начала я вам покажу всех тех народ, которые находятся на... всех тех мастей, которые находятся на ранчо Старшайн. Народа тут действительно много, и вначале я даже многих добавляла в игнор, потому что здесь сейчас хотя бы чуть-чуть народу стало поменьше, чем было до этого. И, как видите, до сих пор даже столько народу, что нельзя спокойно посмотреть на лошадок. Почему люди так делают? Почему вы встаёте так, что лошадей не видно? Первая масть вот такая вот лапушка. Если честно, я очень долго думала, между какой лошадкой взять эту или саловую, но всё-таки взял саловую, потому что вот эту вот взял мой молодой человек, и я решила, не будем ездить на двух одинаковых, в этом же будет намного больше интереса. Так что теперь мой парень радостно катается на этой лошадке. И ни капельки нам не жалеет, хотя предпочитает обычно других лошадей. Следующая масть это у нас Гнидая. Я бы сказала, это даже похоже на спирт. Это вот такая симпатичная лошадка, которая очень много раз мелькала в видосах разработчиков на официальном сайте. Точнее, я сказала бы, на официальном инстаграм-канале Star Stable. Её мы уже видели много раз, и тем не менее, всё равно приятно на неё взглянуть именно здесь. То есть, тоже стало большой любовью многих игроков в ССО, многие её купили. Но просто она, если и проигрывает, то только вороному, которую, по-моему, скупила почти больше, почти вся часть игроков в Star Stable Online, это вот этого вороного с отметиной в виде фонаря на мордочке. И, насколько я услышала, у него разного цвета глаза. Да, действительно, сейчас разработчики очень часто стали делать лошади с разным цветом глаз. То есть, один у него серый, другой голубенький. Конь тоже очень симпатичный. Его собирается покупать моя лучшая подруга по ССО. Так что, я надеюсь, я пожелаю ей удачи с этой лошадью, потому что он тоже очень милый. Но, кстати, здесь нет Солового, да, разработчики добавили в этом обновлении не трёх лошадей, а четырёх. Как раз именно Соловая находится в форте Пинта. Поэтому я её купила, потому что, на самом деле, когда я смотрела давным-давно в детстве видео по всякому вестернному, Дикому Западу, именно по вестернскому шоу чаще всего там и мелькало, именно Соловая масть, не знаю, просто мне как-то так везло. Вообще, порода действительно в ССО, она очень отличается от всех остальных тем, что лошадь достаточно невысокая, хотя, мне кажется, я просто привыкла, что все вокруг меня катаются на высоких лошадях или на слишком маленьких. У неё просто огромный круг. Это не обида, это не обзывательство, но действительно, когда я первый раз села на Кватер Хорс, я увидела это и сказала, Ого, вот это попа, потому что, ну, непривычно у многих, точнее у всех лошадей, по-моему, кроме Шайров и других тяжиков, она достаточно поменьше. А тут небольшая лошадь, но достаточно мощный круг с мощными ногами. Ну и, в принципе, прорисовка лошади достаточно спортивная, накачанная такая. Все купили этих лошадей моментально из-за её особенностей. Во-первых, она единственная, по-моему, лошадь в игре, которая теперь постоянно держит голову в таком вот положении. Меня это, если честно, немножко раздражает, но зато она теперь выделяется на фоне всех остальных. И другая её особенность, это её торможение. Это вот такой долгий тормоз, прямо в стиле Вестон. Вот это меня очень сильно порадовало. И очень мне понравились дыбы, несмотря на то, что, когда я смотрела видос на Ютубе, мне вначале дыбы не нравились. Но сейчас, сидя на этом скромном цветочке, точнее, скромное цветение я её назвала, лошадка просто превосходная, стоит на дыбы. Мне очень сильно нравится, прям вот очень-очень. Да, это лошадь чисто для Вестерна или для ролки стиля Вестерна. То есть на такой лошадке покорять окрестности Юрвика. Не в выездковом, не в конкурном седле, и даже не в шлеме, а именно вот так вот с шляпой на голове в самый раз. Ну и нажимая на проблел, у мустангов мы получали сбрыкивание, у лузитанов мы получали пиатпе, у андалузов испанский шаг, а у Кватерхорса мы получаем вот этот вот трюк. Я не знаю, как он называется, честно, но он очень классный. Хотя, когда я смотрела видео, я думала, что лошадь это делает на месте, не двигаясь с места. Однако, если остановимся на одном месте и присмотримся, то лошадь на самом деле начинает потихонечку отъезжать назад. Так что на месте она не стоит, а видосах ведь стояла на месте. Ну а еще, что можно сказать, мы нашли уже одну маленькую несовпаденницу. Когда лошадь едет с шагом, смотрите, лошадь двигается под нами, а всадник как будто слегка на дне в воздухе висит, ни капельки не покачиваясь. Вот такая вот маленькая недоработочка. Я надеюсь, в будущем, желательно в скором времени ее исправят. Вот на рысе и на остальных аллёрах, кстати, такой проблемы нету. Мы катаемся едино с лошадью, но почему-то на шаге это не получается. Мы все равно как будто какая-то кукла, сидим на ней как манекен, а лошадь идет сама собой. Так что, разработчики, я надеюсь, этот момент вы исправите. Также по поводу шага назад. Это самая быстрая лошадь, которая идет вот так вот назад. Это просто классно. Мне так непривычно, что теперь мы идем вперед и чуть ли не с такой же скоростью, а даже чуть быстрее идем назад, очень классно перебирая ножками. Вот в этом, кстати, случае мне нравится, как она опускает голову. Так что мне даже кажется, что это теперь одна из самых реалистичных лошадей в ССО. Она достойна своего звания Квоттерхорса. То есть она целиком и полностью повторяет своего реалистичного собрата. И мне это очень сильно нравится. Если честно, когда я увидела гнидую лошадь в первый раз, я вспомнила Red Dead Redemption. Да. На этом обновлении все. А вот в следующем обновлении, которое я, кстати, наверное, жду больше, чем ждала. Это обновление с обновленными лошадьми. И я не думала, что я его сегодня же прям куплю, обновленную коняшку. В следующем обновлении разработчики добавят для нас обновленную вестернскую амуницию. И там будут недоустки, которые уже мелькают во всем инстаграме, во всем ютубе. И в официальном источниках разработчиков там есть недоустки. Я надеюсь, их просто добавят в этот магазин. Так что вот если на этой неделе я потратилась чисто на одну лошадь. А лошадь одна стоит 950 СК. Пришлось так потратиться на дорогую лошадку. На спортивную, да, ты такая хорошенькая. А вот на следующей неделе как бы не потратить все свои сбережения на амуницию. Которая, кстати, обещает быть очень крутой. Вы можете посмотреть это в инстаграме, на фасторах ютуба. И вы поймете, о чем я говорю. На этом обновление подходит к концу. С вами была я, Дональ. И мэйл, новый лошадь, скромные цветения. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до следующих видео.